Третье сентября 2012 года. Пожилая женщина в причудливой шляпке выбрала увесистый кусок стейка, расплатилась и вышла из мясной лавки. Она успела сделать всего несколько шагов, когда с разных концов улицы к ней подъехали два мотоцикла. Через мгновение прохожих, которые спешили домой к ужину, оглушили выстрелы. Пожилая женщина в шляпке лежала посреди улицы с двумя пулями в голове. Спустя всего пару часов весь мир узнал. Неизвестные расстреляли одну из самых кровожадных преступниц столетия. Гризель Дубланка, крестную мать крупнейшего мафиозного клана, убили ее же любимым способом. Мотоциклист появляется, он в маске, он в абсолютно неразличаемой одежде, да, любая одежда, быстро появляется, стремительно. Совершает свое дело и стремительно исчезает. Через 15 минут мотоцикл уже где-то припаркован, никто не помнит его номера, тем более, что многие мотоциклисты ездят без номеров. Но это было только начало грандиозного передела теневого бизнеса. Вслед за Гризельдой своих кровавых корон лишились еще несколько леди-босс. Так в 2012 году мир узнал. От мафии больше не пахнет контрабандными сигарами и виски. У нее тонкий шлейф элитного дамского парфюма. И эта мафия успела запустить свои ухоженные коготки во все сферы жизни. Начиная от шоу-бизнеса, заканчивая большой политикой. Королева Майами. Она платила сполна и буквально залила в Соединенные Штаты крови. Королева Тихого океана. Ей удалось объединить колумбийскую и мексиканскую мафию. Королева Востока. Мозг ее не знал предел фантазий. И пытки совершались крайне изощренные, абсолютно просто невосприимчивые для нормального человека. Они отняли власть у мужчин, унизили и растоптали их. У нее был гарем практически из 16 мужчин, которых она содержала, которых она практически насиловала. Они не знают жалости. Первое преступление, которое она совершила, было убийство. И убийство ребенка. Она это сделала, будучи от рода всего 11 лет. Контролируют наркотрафик и убивают конкурентов. Девушки порой перевозили очень большое количество кокаина. То есть в чемоданах практически 5-10 килограммов кокаина они вывозили. Смотрите прямо сейчас фильм о женщинах, которые правят криминальным миром. Эти кадры осенью 2012 года показали все ведущие телеканалы планеты. Крестная мать влиятельной мельбурнской преступной группировки отправилась за решетку. В это сложно поверить. Но на счету этой милой и улыбчивой 66-летней женщины сотни убийств. Она выстроила очень жесткую структуру, преступную организацию. Она устраивала абсолютно чудовищные разборки. Жестокость при разборках была немыслимая. Ее трижды пытались посадить за организацию наркотрафика. Шесть раз за содержание притонов и дважды за массовое убийство конкурентов. Но каждый раз в течение 40 лет ей удавалось уйти от наказания. Она просчиталась один единственный раз. И теперь готовится встретить смерть за решеткой. А это суд над главой китайского преступного синдиката. 46-летняя Сё Цай Пин вошла в историю триад, так называют китайскую мафию, как самая безжалостная леди-босс. Она держала в страхе все центральные провинции Китая. Это самая обыкновенная проститутка, которая в какой-то момент потеряла страх божий. И перестала чего бы то ни было бояться. Глава местной полиции, три мэра и даже бывший губернатор были у нее под каблучком. Она купалась в роскоши и содержала целый штат молодых мужчин, которые удовлетворяли ее прихоти. Она была сексуальной маньячкой на самом деле. Мужчин она осыпала подарками. Но если кто-то из свиты осмеливался нарушить ее правила игры, Цай Пин была беспощадна. Раз в месяц она устраивала зрелищные казни провинившихся, а предателям заживо отрубала руки и ноги. Март 2010 года. 5.30 утра. Колумбия. Город Картахет. По приказу своей леди-босс киллеры расстреляли одного из местных наркобаронов и всю его семью. Это была личная месть зловещей Сандры Авилы Белтран по прозвищу Королева Тихого Океана. Она руководила расправой из-за решетки. А после с улыбкой на лице отправилась на косметические процедуры. Даже в тюрьме она чувствовала себя как на курорте. Многие убеждены, что мафия – это мужской мир, где женщинам уготовано место покорных прислужниц. В 2012 году мнение огромного количества криминалистов резко изменилось. Они начали искать объяснения, почему женщины, которым от природы не свойственны беспощадность и жестокость, вдруг превратились в настоящих чудовищ. Все началось еще в 70-х. Тогда правительства ведущих держав жестко взялись за организованную преступность. Основным потребителем кокаина являлись Соединенные Штаты Америки. Основной маршрут контрабанды кокаина проходит из Латинской Америки в США через Мексику. В США началась зачистка века. Самая охраняемая американская тюрьма – Аль-Катрас, та самая, где в 30-х годах отбывал свой срок знаменитый Аль-Капоне, переполнена выходцами из различных мафиозных кланов. Было осуждено к различным срокам лишения свободы около 400 главарей и просто исполнителей. Но на место убитых или посаженных мужей, братьев и отцов приходят женщины. В этом отношении их организация сродни к государству. Там есть система должностей, которые замещаются, которые управляются, которые образуют вот эту общественно-экономическую формацию новую. Легче назвать то, на что организованная преступность в современности не повлияла. Леди Босс покидают Северную Америку и расселяются вдоль так называемого Южного Кокаинового Пути. С этого момента они берут в нежные руки главный источник дохода. Колумбия, в первую очередь, Боливия и Перу, где сосредоточено более 98% мирового производства коки. Все большее производство набирает Бразилия, не так много его производят также в Венесуэле, Аргентине и Эквадоре. У черных вдов мафии есть деньги и связи. Они всегда были хранительницами кассы, но правосудие долгое время не воспринимало их всерьез. Другой жизни они не видели. С раннего детства вокруг звучали выстрелы и лилась кровь. Клан и его законы – главная ценность. И встав у руля, изящные дамы с автоматом в руках продолжили дело своих мужчин. Женщины оказались даже более жестокими, чем мужчины. Они не знали пощады к врагам. Поэтому конец 20 века и стал временем самых кровавых войн. И каждой из леди-босс пришлось заплатить за свою власть полную цену. Весть о дерзком расстреле в Колумбии самой Гризельды Бланка взбудоражила весь криминальный мир. За более чем 30-летнюю преступную деятельность Гризельда Бланка нажила массу врагов. Но кто же решился поднять руку на саму королеву преступного мира? На нее покушались дважды. В перестрелках погибли оба мужа Гризельды и два старших сына. Но пули как будто обходили ее стороной. Мужчины умирали. А черная вдова продолжала плести свою паутину. Она сумела создать картель. Да? Такую мощную организацию по распространению наркотиков. Причем организацию такую, которую она руководила даже сидя в тюрьме. Она ухитрялась руководить. В начале 70-х Гризельда пропитала кровью улицы Майами. Она лично организовала более 40 убийств главарей преступных группировок. И всего за три года стала единоличным правителем криминального мегаполиса. Гризельда Бланка использовала власть страха. И эта власть страха буквально зомбировала всех тех, кто попадал в ее окружение. Когда людям отрубали руки, ноги, другие части тела и так далее. Все это делалось именно с целью запугать, в первую очередь, запугать своих конкурентов. И, в общем-то, улицы Майами, так скажем, умылись кровью. Дочь мелкого наркоторговца и опустившейся алкоголички. Она выросла в колумбийских трущобах. С детства общалась с уголовниками. И уже в 11 лет готова была продать что угодно ради дозы дешевого наркотика. В 14 лет Гризельда сбежала из дома и занялась проституцией. И казалось, что на ее жизни можно поставить жирный крест. В 14 лет с ней совершил половой акт ее отец, то бишь это было просто изнасилование. После чего Гризельда начала зарабатывать своим телом. И, соответственно, она параллельно зарабатывала проституцией и, соответственно, поставляла наркотики. То есть была каким-то наркокурьером. Она запросто могла умереть от передозировки, от побоев своего сутенера или после очередного изнасилования. Но Гризельда выжила, а ее характер только закалился от этих испытаний. К 20 годам она сплотила вокруг себя десятки головорезов. Годовой оборот этой вот теневой корпорации был порядка 40 миллиардов долларов. Что можно противопоставить 40 миллиардам? Заработанные преступным путем деньги отмывались. Это понятие ввел в обиход Аль Капоне. Альфонсо Габриэле Капоне. Американский гангстер итальянского происхождения. Действовал в 1920-30-х годах на территории Чикаго. Под прикрытием мебельного бизнеса занимался контрабандой виски во время сухого закона и горным бизнесом. Яркий представитель организованной преступности США, зародившейся и существующей там под влиянием итальянской мафии. Преступные миллионы он легализовал через сеть прачечных. То есть прачечная была, либо ее вообще не было, но по документам это прачечная стирала. Там два эшелона простыней, скатерти, там салфеток, полотенец, не знаю чего. Огромное количество белья. Они платили с этого налоги и после этого легально на основе этих документов вносили деньги в банк. Все деньги были легализованы. Но один из полицейских не поленился и подсчитал. И оказалось, что там за неделю в одном Нью-Йорке стирается такое количество простыней, которого нет во всех Соединенных Штатах Америки. И тогда полиция, естественно, этим заинтересовалась. С приходом к власти женщин все перевернулось. Интересы леди-босс растут не вглубь, а вширь, захватывая множество различных областей. Правил больше нет. Количество конкурентов резко увеличивается. Все хотят получить все. И начинается война на несколько фронтов. Именно поэтому на рубеже 70-х, 80-х годов мир накроет настоящая кровавая цунами. Изменятся и способы отмывания денег. Но об этом чуть позже. Эта женщина тоже выросла в трущобах. В 11 лет отец продал ее в бордель, чтобы расплатиться за долги. Человек практически с детства, можно сказать, что с юношеских лет, он как бы готовится к тому, чтобы стать членом этой организованной преступности. Придет время, и все Цайпин рассчитается со всеми, кто испортил ей жизнь. А позже построит свою подпольную империю. Уже в 15 лет она перерезала горло своему сутенеру и заняла его место. Чтобы держать под контролем девушек, Цайпин сажала их на иглу. И одновременно занималась расставщичеством. Деньги в долг давала под привлекательные 5%. А когда должник не мог расплатиться, он становился ее собственностью или умирал. Казни, которые устраивала Сьо Цайпин, отличались особой жестокостью. Она подавала сигнал всем, друзьям и врагам. Истории китайских триад, так называются мафиозные кланы Поднебесной, уже более тысячи лет. Это движение начиналось как освободительное. Угнетенный деспотичными императорами народ объединялся, чтобы не умереть с голоду. Поначалу обычные шайки бродяг, знакомых с кунг-фу, грабили богачи. Позже они выделились в отдельную касту и разделились на кланы, высший и низший. И туда входили, помимо вот этих вот разбойников, которые были, туда входили так на странствующие рыцари, значит, странствующие воинственные, воинствующие монахи. Туда входили нищие, у которых у всех была своя организация. Туда входили проститутки, туда входили вот эти вот бродячие строительные бригады. Туда входил весь театр и цирк, который слонялся, значит, и ставил в своей палатке кибитки. Верх иерархии всегда занимали странствующие воины или монахи. Они и становились во главе триад. У них было два закона – беспощадность и молчание. Поэтому и появился тайный язык жестов. Чайной, следовательно, в зависимости от расстановки чашек и чайников на столе, своим было понятно, о чем шла речь. То есть, если там чашки стояли таким образом, три так, у меня где-то есть даже, ну, словарь, где эти расстановки есть. Значит, эта тема была такая. Да, и потом язык жестов был, несомненно, там, сложенные пальцы. Язык существовал разного рода конспиративные всяких там подмигиваний, перемигиваний. То есть, тема распальцовок, она же тоже в конечном счете, вот то, что приходит, она приходит тоже оттуда. Но многовековые традиции безжалостных триад в один момент разрушила бывшая проститутка Сё Цайпин. Во главе китайской мафии загадочных триад всегда стояли мужчины. Когда весть о главаре женщине разнеслась по 30-миллионному городу Чунцин, для мужчин стало делом чести покончить с выскочкой в юбке. На Сё Цайпин началась настоящая охота. Леди Босс не осталась в долгу. Каждого киллера она лично уродовала до неузнаваемости и отправляла к хозяину. Чистяк. Мозг её не знал пределов фантазии. И пытки совершались крайне изощрённые, абсолютно просто невосприимчивые для нормального человека. Но всё-таки мы не будем говорить о том, что она невменяемая. Любимым оружием Цайпин стал нож для разделки мяса. С ним она не расставалась никогда. До сих пор триады, расправляясь со своими, скажем так, обидчиками или неугодными, они до сих пор пользуются ножами для рубки мяса. Не принадлежавшая ни к кланам белого или чёрного лотоса, ни к синдикату жёлтых повязок, проститутка покусилась на святое. И по всем правилам триад должна была умереть. А уж эти люди, поверьте, это жестокие убийцы. Но она победила в этой войне. В 18 лет девушка, проданная в рабство родным отцом, стала влиятельным главарём и получила свой первый титул. Как её прозвали? Ночной хозяйки Чунцина или императрица из рода Сё Цайпин. Она контролировала все бордели, львиную долю игорного бизнеса и наркотрафика. Но кровавые расправы, благодаря которым она пробивалась на вершину китайского криминального Олимпа, привлекли к себе слишком много внимания. К примеру, кто раскрывал место, так скажем, положения притонов, тем она приказывала отрыбать руки и ноги. А, к примеру, когда был схвачен, так скажем, полицейский под прикрытием, который работал в её банде, она приказала вывезти далеко за город, избить и кинуть в мешке, по сути, похоронив заживо. Также знаком является тем, что у неё был гарем практически из 16 мужчин, которые она содержала, которых она практически насиловала. Сё Цайпин опутала долгами несколько влиятельных городских чиновников и посадила на иглу детей полицейских, прокуроров и судей. Ей бы остановиться и на время залечь на дно. Но она уже вынашивала новый, ещё более амбициозный план. Бизнес Гризель де Бланка начался в 70-е с 7 килограммов кокаина. Спрятав свёртки с порошком в нижнем белье, она переехала из Колумбии в США. А всего через несколько дней проснулась баснословно богатой. И казалось бы, что женщина может жить спокойно на эти деньги. Но эта женщина, у неё большие амбиции, у неё большие желания. Учитывая, что ещё не отмерли, так сказать, связи преступные, которые вращались у её родителей. Будущая королева кокаина ставит цель завоевать богему и сделать белый порошок элитным наркотиком. И совсем скоро ночные заведения Майами начнут предлагать своим богатым посетителям новый наркотик. Цена на него резко взлетит. А в США начнётся настоящая кокаиновая эпидемия. Всего через полгода все самые влиятельные люди Майами окажутся у Гризель де на крючке. Карманная полиция, чиновники, политики и звёзды шоу-бизнеса. Она опутала своей невидимой паутиной всех. И каждый ей служил, опасаясь за собственную жизнь и карьеру. Организованная преступность, она не может существовать, не имея вот такие коррумпированные связи с государственным аппаратом. В противном случае, в худшем случае, это бандиты, с которыми, в общем, довольно легко при желании покончить. Именно королева Майами начнёт объединять в своих руках власть, официальную и криминальную. А это шло вразрез с законами мафии. Потому что мафия, мафиоза, это не просто преступник, вот в обыденном понимании, да? Это, как они сами себя называют, это человек чести. Это человек, который верен раз и навсегда принятому долгу, верен своей организации. Это человек, который никогда не предаст. Это человек, который никогда не продаст. Но Гризельда привыкла нарушать правила, как и остальные леди-босс, которые играли в мужские игры по своим правилам. Такой была жгучая мексиканка Сандра Вилла-Белтран, королева Тихого океана. Мафия была у неё в крови. Она является членом преступной группировки уже в третьем поколении. Наркотрафиком занимался её отец, занимался её дядя. Эта женщина отличается невероятной красотой. Занимала первые места в конкурсах красоты в Мексике. Она получила своё прозвище благодаря модельной внешности. Мало кто знает, именно длинные ноги, густые чёрные волосы и страстный взгляд помог этой знойной красотке стать во главе наркокартеля. Её дядя Мигель Феликс Гальярта, известный под прозвищем Эль Падре, отец, был первым по-настоящему крупным наркобароном Мексики. Он сумел уберечь свой картель от уничтожения, подсылая к чиновникам и полицейским красавицу Сандру. На службе у дяди она была и элитным эскортом, и курьером, и главным переговорщиком. Эта Сандра помогла ему наладить контакты с колумбийскими поставщиками кокаина. Ей удалось объединить колумбийскую и мексиканскую мафию, собственно, заведя роман с главой так называемого картеля с Северной долины. А позже Сандра ввела наркодельцов во влиятельные политические круги. Мигель Гальярта – это дядя Сандры, арестовали 8 апреля 1989 года в доме губернатора Корра. Причем, когда Гальярта арестовывали, сам губернатор заявил, что я ничего не знаю о выдающихся ордерах Гальярта, и мне ничего не известно о его деятельности. Даже в тюрьме ее дядя Феликс оставался одним из крупнейших наркоторговцев в Мексике, контролируя свою организацию и убивая врагов с помощью мобильного телефона. Кровавые расправы в Мексике продолжались до тех пор, пока Феликса не перевели в тюрьму строгого режима. Когда за Эль Падре установили круглосуточное наблюдение, его место заняла Сандра. Она стала связующим звеном между колумбийскими производителями «Белой смерти» и группировками, которые занимались сбытом товаров США. А первой среди равных Сандра стала после того, как умудрилась практически в одиночку переправить из Колумбии в США через Тихий океан 9 тонн белого порошка. После этого она и получила прозвище «Королевы Тихого океана». Ей принадлежала сеть кораблей, транспортирующих достаточно большие объемы кокаина. Она не использовала огнестрельного оружия. Все, что ей было нужно, Сандра получала через постель. За 10 лет в ее будуаре были высокопоставленные таможники, пограничники и влиятельные политики. Все, с кем она была в отношениях, или просто в постели, так иначе становились покровителями. И в 2007 году у нее уже было баснооснованное состояние, было больше 20 вилл, игровые дома, казино. Хотя она действительно прикрывалась легальным бизнесом, у нее был сон красоты и свое риелторское агентство. Через постель она налаживала и необходимые связи в криминальном мире. Сандре приписывают романы со всеми самыми влиятельными наркобаронами Латинской Америки. Возможно, личностью Сандры полиция бы никогда не заинтересовалась, если бы не ее связь с крупнейшим колумбинским наркоторговцем Хуаном Рамиросом. Кстати говоря, из-за него был похищен ее сын, за которого она заплатила баснооснованный выкуп почти 5 миллионов долларов. Сандру арестовали в 2007 году. Впервые в истории женщину официально обвинили в руководстве мафиозными группировками. Но арест не помешал ей расправиться с врагами. Женские чары и хороший автомат оказались лучше, чем просто женские чары. 30 трупов за час. Такого не видели даже в Мексике. В сети есть фотографии собственно этого показательного убийства, череда трупов, сидящих на лужайке с замотанными лицами. Сандра всегда следила за собой. Кстати, даже когда она была в тюрьме, к ней приезжали лучшие доктора, чтобы провести ей определенные пластические, косметологические операции, липосакцию и другие процедуры. Хотя, естественно, руководство тюрьмы об этом знало. В 2012 году мексиканские власти передали королеву Тихого океана ФБРовцам. И сегодня ее судьба решается в Соединенных Штатах. Мужские и мафиозные группировки поделили сферы влияния не только в преступном бизнесе. Каждый из кланов господствовал на определенной территории. В Сицилии процветала Коза Ностра. Это она стала родоначальницей организованного рэкета. А потом и откровенного бандитизма. В Неаполе орудовала каморра, которая обложила данью весь легальный бизнес и специализировалась на контрабанде. Берем колумбийские наркокартели. Это, естественно, изготовление наркотиков. Берем, допустим, на сегодняшний день, опять-таки, подчеркиваю, там, африканские преступные группировки. Это работорговля, захваты кораблей, пиратство. Восток был поделен между японской якудзой и китайскими триадами. Исторически в Японии делится на два клана. Это Бакута и Гюрентай. Основное действие и основная добыча которого это была продажа всевозможной поддельной продукции, фальшивок, некачественных продуктов и так далее и тому подобное. При этом я могу сказать, что в настоящее время этот бизнес до сих пор процветает. И, например, по данным того-то тех же мировых исследователей, к 15-му году полтора триллиона долларов будет занимать оборот контрафактной продукции. То есть это колоссальные суммы. В конце 19-го века представители всех кланов обосновались в Соединенных Штатах. Коза Ностра считала своей территорией Чикаго, Каморра, Нью-Йорк и Бостон. Именно в этих городах итальянские мафиози исторически конфликтовали с выходцами из восточных государств, которые в основном промышляли сутенерством и содержали наркопритоны. А после зачистки века львиная доля преступников бежала куда подальше, в Австралию. Здесь, в начале 70-х, начинается война века. Итальянская мафия делит сферы влияния с якудзой, триадами и выходцами из Ирландии. Война происходила на протяжении получается более 10 лет, когда большая часть известных деятелей мафиозных в Мельбурне были застрелены. Война шла всех против всех. Джуди Моран. Ей 66, и она давно отошла от дел. Но именно сейчас власти Австралии приговорили ее к 20-летнему тюремному сроку. Она стала одной из главных героинь этой войны мафиозных кланов. Перебравшись в Австралию, ирландцы обосновались в портовых городах и занялись торговлей оружием и грузоперевозками. Фактически став посредниками в контрабанде итальянских и восточных группировок. Их влияние и оборот все время росли. Пока в один момент ирландская леди-босс Джуди Моран не установила баснословно высокий процент за свои услуги. И собственно с этого начались бесконечные разборки. В 10-летней кровавой бойне Джуди Моран лишилась двоих мужей и обоих сыновей. Но все-таки победила. Она отошла от дел в начале 2000-х и решила рассказать свою историю миру. Этого ей простить не смогли. Племянник, который стал у руля ее клана, лишил бывшую леди-босс ежемесячного содержания. И Джуди решила ему отомстить. На этих кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, в одном из магазинов Мельбурна, фактически последние минуты жизни Деза Морана. Киллер выстрелит ему прямо в голову. Исполнителя нашли благодаря оружие. Таким торговал только клан Морана. Причем если убийца признал свою вину непосредственно исполнитель, то она ее не признала и говорила о том, что в день убийства она находилась на могиле своего сына. Джуди отправилась за решетку. Впервые за 40 лет своей преступной деятельности. А ведь ей приписывают еще 60 недоказанных убийств. Но она вряд ли когда-нибудь увидит свободу. Джуди серьезно больна и скорее всего умрет на тюремной койке. Да, она была осуждена на 26 лет и так как она фактически больна раком крови, даже если она когда-то выйдет из тюрьмы, ей будет 92 года. Полиция считает, что на сегодняшний день в городе Мельбурне с преступностью мафии закончена. за спиной Гризель де Бланка никогда не было влиятельной семьи. Она создавала свой колумбийский клан сама. Уже в 75-й год она уже зарекомендовала себя как опытная наркобаронесса. На ее счету просто огромное количество убийств. Сколько точно? Затруднительно нам сказать. Наркозависимым простакам она давала порошок в долг, а затем требовала оказать небольшую услугу. Так разрастались ее курьерская и дилерская сети. Отказавшиеся сотрудничать заканчивали свою жизнь истерзанными на грязных улицах ночного Майами. Ей приписывают и 100, и 40, то есть цифры колеблются в таких очень различных рамках, и 300 в общем-то убийств. Чтобы прикрыть свой нелегальный бизнес, Гризельда открыла сеть салонов нижнего белья. Самое интересное, что в этом белье, нижнее красивое белье, были потайные кармашки для кокаина. Так в Америку ввозились тонны порошка, основа ее кровавого дела. Все операции планировала лично Гризельда Бланка. Она была жестоким руководителем и беспощадным врагом. За полтора года жизни в США из полуголодной колумбийской девочки Гризельда превратилась в хозяйку сети ночных клубов, казино, ателье и десятка притонов. Потом она будет зажигать новые звезды шоу-бизнеса или их гасить. Но безнаказанность не могла длиться вечно. Ее ненасытность сыграла злую шутку. Поговаривали, что крестные отцы сразу шести влиятельных кланов заплатили десятки миллионов, чтобы избавиться от этой кровавой леди. В тюрьму ее посадили по статье торговля наркотиками. Она продолжала как паучиха и оттуда управлять всем этим концерном. Это только кажется, что тюрьма может на время прекратить деятельность мафиози. На самом деле, когда босс в тюрьме, проверяется сила клана. И чем влиятельнее лидер, тем проще ему вести преступный бизнес из-за решетки. 20-летние испытания на армии Гризельда Бланка и ее клан прошли. В 30 лет она поставит себе цель стать единоличной правительницей родного города и легализовать свой криминальный бизнес. Бывшая малолетняя проститутка Сёц Айпин выходит замуж за парня из влиятельной семьи. Родители новоиспеченного мужа не были против. Будущая невестка держала на крючке их старшего отпрыска заместителя начальника полиции города. В общем-то можно сказать, что Вэнь Цэн был педофилом и извращенцем. И если бы Сёц Айпин начала говорить, заговорила бы, то о должности начальника судебного департамента Вэнь Цэну можно было бы забыть. Как мужчина супруг Сёц Айпин не интересовал. Ей нужно было попасть в высшее общество, чтобы расставить сети. К концу первого года замужества под ее контролем оказались все властные структуры 30-ти миллионного города. Для кого-то Сёц Айпин устраивала запрещенные азартные игрища, кому-то она поставляла девочек, кого-то снабжала наркотиками. Скорее всего, она так и осталась бы ночной хозяйкой Чунцена, если бы не новый дерзкий проект. Сёц Айпин решила посадить брата-мужа на пост мэра. Все это происходило на фоне нового назначения тогда главы Чунцена Басилая, которому пророчили в дальнейшем возглавить Китаю. Сёц Айпин и все ее карманные чиновники попали в политические жернова, которым не сумели противостоять. В 2009 году Сёц Айпин и еще около 800 членов ее синдиката, среди которых оказались 100 чиновников, арестовали. 30 человек были приговорены к смерти. Первым расстреляли родственника ночной хозяйки Чунцена, а сама леди-босс отделалась 18 годами заключения. Гризель де Бланка научила женщин торговать кокаином, а Сандра Белтран пользоваться женскими чарами, чтобы возглавить мафиозный клан. И у обеих вскоре появились последовательницы. Энджиса Климента Валенсия была задержана в 2010 году по подозрению в нарко торговле. Эта девушка, отличающаяся невероятной красотой, выигрывала в 2005 году конкурс красоты колумбийский, является местной королевой красоты. Ее история начиналась как сказка о Золушке. Нелюбимая дочь в многодетной семье, скромная, тихая и услужливая. Но уже в 14 лет кавалеры не давали ей прохода. И к окончанию школы Анжи решила стать манекенщицей. Ее карьера развивалась стремительно. В 2007 году Валенсия войдет в список лучших манекенщиц мира. Но на этом сказка о Золушке заканчивается и начинается история новой королевы криминального мира. В 2005 году она познакомилась с наркодилером крупнейшим наркодилером Колумбии на сегодняшний день по кличке Монстр. Бурный роман невероятно дорогие подарки и мир полной романтики. То, что она и сама уже начала превращаться в монстра Валенсия заметила не сразу. После того, как у нее возникла связь с этим наркодилером она поняла, что в принципе тоже вполне возможно сможет сама самостоятельно зарабатывать деньги на этом поприще. Она создала свое модельное агентство и начала ездить по странам Латинской Америки в поисках начинающих моделей. Но совсем не для того, чтобы те ходили по подиуму и снимались в глянце. Женская красота это уже защита от таможенных служб. Какой офицеру стоит перед такими чарами? За два года завербованные модели умудрились провести через границу Соединенных Штатов несколько тонн запрещенного зелья. Они летали бизнес-классом почти не привлекая к себе внимания. Да и кто поверит, что супермодель может везти кокаин килограммами? Девушки порой перевозили очень большое количество кокаина. То есть в чемоданах практически 5-10 килограммов кокаина они вывозили. В один скажем так черный для Валенсии день была задержана наркокурьера. Очередная фотомодель которая как раз и дала признательные показания. В чемодане начинающей манекенщицы из Аргентины Паэс Армесес таможенники нашли 55 килограммов кокаина. Это 70 миллионов долларов. Свертки были упакованы в полиэтиленовые пакеты и спрятаны среди купальников и плахи в красавице. Причем это видимо была ее первая транспортировка она должна была долететь до Мексики если я не ошибаюсь а там передать этот чемодан другой модели которая должна была уже отправить его в Европу и она даже в общем не удосужилась спрятать этот кокаин он лежал где-то сверху ее чемодана. Валенсию объявили в международный розыск ее удалось задержать лишь спустя год. На суде она утверждала что стала жертвой любви но теперь бывшая модель скорее всего пройдет настоящее боевое крещение в тюрьме и кто знает каким чудовищем она выйдет на свободу. Они стали королевами преступного мира и изменили его до неузнаваемости. Девочки с самых низов общества умудрились стать влиятельными воротилами теневой экономики. Но это только вершина айсберга. Его скрытую часть не увидит никто из простых смертных. На далеко идущих последствиях женского террора пока можно только догадываться. Криминалисты собирают обрывки данных по всему миру. Женщины мафиози совершили казалось невозможное. Встерли границы между легальным и нелегальным бизнесом и опутали своей преступной паутиной практически все сферы жизни. Смотрите прямо сейчас история русской эмигрантки Галины Орловой, настоящей музой американских бутлегеров и судьба очаровательной Джинни Хилл, которая украла миллионы мафии. Откровение женщины, которая смогла ускользнуть от японской якудза, а также как знаменитый модельер Джани Версачи в одиночку сражался против мафии. КОНЕЦ 1966 год. Австрия. Небольшой курортный городок Зальцбург. Здесь, в весеннем лесу, местные жители обнаружили тело красивой женщины. Как удалось установить, она была третьим номером в списке ФБР самых разыскиваемых людей. Это Вирджиния Хилл. Жена знаменитого гангстера времен Великой депрессии Бакси Сигало. За ней несколько лет по всему миру охотились агенты ФБР киллеры из мафии. Ей отказывались выдавать визу даже втерпимые преступника в Мексике. Но как же она оказалась в Европе и кто посмел убить ее? Вирджиния Хилл родилась и выросла в многодетной семье в штате Алабама. К совершеннолетию девушка поняла, убирать горшки и кормить десятерых младших братьев и сестер в ее планы не входит. С пробивным характером и смазливой внешностью Джинни рванула в Нью-Йорк, решив стать актрисой. Вирджиния Хилл была невероятно красива. На тот момент все увеселительные заведения, все казино находились под началом глав мафиозных кланов. Конечно же, все красивые девушки, мечтающие о красивой жизни, попадали в эти красивые заведения. Они видели, как люди развлекаются, как входят в моду этот джаз, наблюдали за этими танцами. Вирджиния тоже была не исключением и тоже была покорена этим образом жизнью. Вирджиния быстро стала своей в обществе парней с автоматами. Беспечная девушка с привлекательной внешностью перевозит деньги мафии по всей стране. С ней флиртуют, заигрывают, обращают внимание, но даже не подозревают. В ее скромном чемоданчике лежат кровавые деньги, которые надо отмыть. Всего за несколько лет Вирджиния стала самым ценным перевозчиком денег В Лос-Анджелесе она знакомится с Бакси Сигелом, который контролирует всю территорию Калифорнии. Бакси один из знаменитой четверки, воспетый еще в фильме «Однажды в Америке». Страсть между Джинни и Бакси достигла такого накала, что он женился на ней, нарушив все правила мафии, ведь у него уже была семья. Это была любовная связь, и она была такая очень импульсивная, сумасшедшая, безумная. Почему? Потому что ради нее Бакси Сигел даже стал двоеженцем. Он был женат в Америке, но тайно с Вирджинией Хилл расписался в Мексике. То есть он был дважды женат, получается, одновременно. Бакси Сигел еще не знал, что ждет его впереди и какие несчастья принесет ему знакомство с Вирджинией Хилл. Впрочем, даже мучиться ему пришлось недолго. Разгул беззакония времен Великой депрессии в США поднял на вершину самых жестоких персонажей криминального мира. В это время всем заправляла итальянская мафия Коза Ностра Чарльз Лаки Лучан Человек с изуродованным лицом на несколько лет стал одним из главных боссов нового света и начинал он с подпольной торговли алкоголя. Рэки Проституция Заказные убийства Лаки Лучан не гнушался самой грязной работой Но любые большие деньги требуют легализации Куда их вкладывать Как их не только сохранить но и приумножить Выбор пал на шоу-бизнес Мафия все-таки зачастую это некая пирамида и Голливуд и не только Голливуд но и Бродвей это своего рода вариант отмывания денег Очень удобный вариант Но кто из звезд шоу-бизнеса промоутеров директоров и продюсеров примет человека со шрамами на лице и криминальными повадками Серьезные бизнесмены с такими как Лучано не станут даже разговаривать а скорее вызовут полицию Тогда Лаки Лучано обзавелся прелестной помощницей Галиной Орловой Именно она должна была вести переговоры в шоу-бизнесе Кто эта женщина? Откуда у нее русские имя и фамилия? Какое значение она имела для итальянской мафии? Смотрите продолжение гангстерского романа через несколько минут В декабре 1933 года в США был отменен сухой закон Бутлегерам нужно было срочно искать как заработать на хлеб с маслом Мафиози сделали ставку на азартные игры хотя во многих штатах казино были по-прежнему запрещены В штате Невада дело в том что тогда этот штат в общем-то был наверное одним из самых бедных в США земли там они непригодны для такого какого-то хозяйства болезненных скопаемых там не очень много и так далее но власти США разрешили там проведение азартных игр что оказалось золотым дном для мафиозных структур Бандиты оказались единственными инвесторами у которых были не только деньги но и желание вложить их в рискованный но сверхприбыльный бизнес мафия могла себе его позволить тем более надо было как-то легализовывать деньги полученные с проституцией с рэкет с тех же самых продаж алкоголя и так далее криминальный авторитет контролирующий все побережье Калифорнии Бакси Сигел стал казначеем грандиозного проекта по строительству первого казино в Лас-Вегасе он назвал его Фламинго такое прозвище носила его любовница Вирджиния Хилл а сама красавица Джинни предложила ему еще большую авантюру украсть деньги мафии именно она была вдохновителем идеи по скажем так уводу денег мафии на счета Бакси именно она была тем змеем-искусителем который соблазнил Бакси нарушить законы мафии прежде всего именно Вирджиния была скажем так вдохновителем и организатором этой схемы Бакси был невероятно влюблен в Вирджинию он потерял голову строительство первого в Лас-Вегасе казино влетело мафии в копеечку вместо миллиона долларов было потрачено шесть удивительно знакомая схема почти половина этих денег осела в европейских банках с помощью Вирджинии Хилл Вирджиния была бухгалтером черной кассы счета открывались на ее имя деньги выводились не только в банке США но и за границу в конце концов Бакси за это поплатился жизнью Вирджиния эмигрировала при этом у нее конечно же были на тот момент у нее на счетах было более пяти миллионов долларов на открытии казино фламинго еле достроенного и работающего в полсилы без гостиниц и всей запланированной роскоши боссы мафии вынесли Бакси Сигелу смертный приговор вот эта вот трата да вот эти вот поездки в Тюрих вот этот стремительный рост он естественно не мог пройти незамеченно с одной стороны Бакси всегда мог подтвердить денег у него на счетах нет он гол как сокол но счета Вирджинии Хилл ломились от нескольких миллионов долларов Вирджинии дали уехать в Европу а Бакси расстреляли в собственном доме позже очередь дошла и до Джини но от нее потребовали лишь вернуть деньги естественно она это сделала потому что тут без вариантов она вернула все что она значит все что хранилось у нее в Цюрихе и несмотря на то что она вернула въезд в США для нее все равно был смертель вернувшись из Европы Вирджиния поселилась в Мексике вышла замуж родила сына но в 51 году когда за итальянскую мафию взялось ФБР Вирджиния Хилл сбежала в Австрию где получила гражданство в эти годы семье Вирджинии едва хватало денег на еду жизнь была крайне ну скажем так нестабильна и учитывая что она привыкла вести роскошный образ жизни ее это абсолютно не устраивало и тогда бывший курьер решилась на смертельно опасный трек она стала шантажировать старых друзей своего убитого любовника Вирджиния грозилась опубликовать мемуары в которых она расскажет все об итальянской мафии 24 марта 1966 года в лесу рядом с австрийским Зальтбургом прохожие наткнулись на мертвую женщину тело Вирджинии Хилл основательно занесло снегом полиция установила это было самоубийство передозировка с натворными таблетками в кармане пальто полицейские нашли записку устала от жизни дело о смерти Вирджинии Хилл закрыли хитрая любовница одного из самых влиятельных гангстеров начала века так и не стала дамой высшего общества но ее смерть по-прежнему вызывает вопросы действительно ли она устала от жизни или ей помогли устать семья Вирджинии искать ответы на эти вопросы благоразумно отказалась но если смерть обычного человека проходит незамеченной то загадка смерти мировой звезды не дает покоя многим даже спустя годы Мэрилин Монро голливудская икона стиля на все времена о себе она говорила что на 80% состоит из реклам но кто вложил в нее деньги и кто опекал на протяжении всей блестящей карьеры почему самоубийство самой популярной блондинки до сих пор остается тайной и кому она могла помешать Мэрилин Монро мертвый в собственном доме нашел в августе 62-го года сержант полиции Джеймс Клемонс с официальной версией смерти самоубийством согласились почти все на ночном прикрыватном столике Монро обнаружили пустой пузырек от снотворного к тому времени Белокур и Мэрилин приписывали многочисленные любовные романы с первыми лицами Америки среди них был и сладкоголосый Фрэнк Синатра любимец публики Фрэнк Синатра тогда был известен не только как певец но и как киноактер в 1953 году за роль в фильме отныне и во веки веков он получил Оскар а картины человек с золотой рукой детектив и 11 друзей Оушена вошли в золотой фонд Голливуда этой славы могло бы и не быть если бы в 40-х годах в него не вложили деньги частные инвесторы бездонный кошелек тогда был только у мафии Фрэнк Синатра был не только частым гостем вечеринок криминальных авторитетов любимец публики привлекал внимание к открытию новых ресторанов казино отелей всем хорошо известно о связях Фрэнка Синатра с мафиозными структурами Соединенных Штатов того периода Фрэнк Синатра был любовником Мэрилин Монро в 57-м году на приеме в Лас-Вегасе он познакомил ее с перспективным сенатором Джоном Кеннеди как оказалось молодой политик уже несколько лет хранил календарь из мужского журнала с фотографией платиновой блондинки конечно то что Мэрилин Монро появилась на горизонте у Джона Кеннеди это было естественно конечно он ей увлекся увлекся и это были отношения безусловно с его стороны увлечения с ее стороны она надеялась что это будут очень серьезные и дальновидные отношения за блестящим образованием братьев Кеннеди и стремительным карьерным взлетом стояли деньги отца Джозефа Кеннеди он сделал состояние во время сухого закона именно его Лански назвал одним из самых величайших мошенников тогда они общались это тот самый Джо Кеннеди который был отцом будущего президента Соединенных Штатов и первый капитал вот этот вот клан он был создан именно благодаря вот такого преступной деятельности Кеннеди и Монро встречались на частной вилле курорта Паунс-Принкс Мэрилин считала Джон разведется с брюнеткой Джеки а после став президентом сделает ее своей женой и первой леди Америки но Монро ошиблась он сказал ей что между ними все кончило и познакомил ее со своим братом но брат Джона министр юстиции Роберт Кеннеди не был единственным покровителем блондинки в последние годы жизни Монро попала под опеку итальянского мафиози Сэма Джанкана друга Лаки Лучан зачем же мафии нужна была мировая звезда кино и чем закончился этот криминальный роман криминальный мэр Нью-Йорка Лаки Лучан она после отмены сухого закона искал новые источники дохода его целью стал шоу-бизнес вести деловые переговоры должна была его прелестная помощница Галина Орлова история Галины Орловой типична для начала 20 века вместе со своей матерью девушка бежала из революционной России за океаном Галина была не только красива но еще и хорошо танцевала она вышла замуж на 48 часов за одного из служителей театра причем билетера или что-то такое ну через 48 часов они развелись она смогла подать на гражданство и собственно таким образом осталась в штатах на одном из представлений Галина к тому времени она называла себя Гая познакомилась с Лаки Лучано тот выделил девушку из толпы старлеток как самую привлекательную Лаки Лучано хотел стать боссом не только организованной преступности но и всего шоу-бизнеса для него это было не просто будничная гангстерская работа а настоящая страсть из-за того что тут связи связи решают все и женщине находить связи проще в этом мире мужчин жестоким потому что ну вот женщине проще договориться с мужчиной чем мужчине с мужчиной из Нью-Йорка Галина Орлова уезжала со своим новым ухажером любил ли счастливчик танцовщицу большой вопрос но вот сама девушка влюбилась в Лаки безоглядно она действительно была в него очень сильно влюблена может быть она была не слишком умна она выступила с пресс-конференции в период вот этих вот гонений скажем так на Лаки Лучана где сказала что ну что бы он не может быть таким чудовищем как вы его описываете он очень милый причем она явилась на эту пресс-конференцию в очень дорогих украшениях в очень дорогой шубе ну собственно видимо в подавках как раз Лаки построить империю шоу-бизнеса на кровавых деньгах мафии Лаки Лучана не успел в 1936 году негласному хозяину Нью-Йорка прокурор штата предъявил обвинение сразу по нескольким статьям и счастливчика отправили в тюрьму на 50 лет правда во время второй мировой Лаки снова повезло по просьбе американского правительства в 1942 году он стал посредником между армией США и многочисленными кланами мафиози на Сицилии оказал ну просто колоссальную помощь американским войскам сдав им сдав и через мафию на Сицилии сдав им практически этот остров без боя американцы его захватили при помощи мафии за что он был освобожден но выслан выслан из Соединенных Штатов после того как рассказал о структуре мафии структуре куза ностр Соединенных Штатов и он своей смертью в начале 60-х годов умер Лаки прожил яркую жизнь и некоторые ее подробности мы расскажем в следующей серии а вот следы несостоявшейся примы шоу-бизнеса и последней подружки Лучана Галины Орловой после ареста покровителя затерялись на просторах Америки Прошло всего несколько лет и американский шоу-бизнес прочно встал на ноги в том числе с помощью мафии Прима большого экрана начала 60-х Мэрилин Монро была окружена мужчинами с самого верха официальной и неофициальной власти всем известно о том что Мэрилин Монро имела отношение с Кеннеди но совсем недавно стало известно что собственно под конец жизни последней любовью Джакана вернее наоборот под конец жизни Мэрилин Монро последней ее любовью был именно Джакана Сэм Джанкана был главой Чикагского синдиката итальянской мафии но контролировал почти все денежные потоки бурно развивающейся киноиндустрии к шоу-бизнесу был он причастен только лишь как обложение данью так как естественно да весь шоу-бизнес и бизнес от игры в казино принадлежали естественно мафии с одной стороны Мэрилин Монро как самая популярная актриса Голливуда была выгодна мафии блондинка привлекала внимание публики и на ее имени можно было хорошо заработать с другой стороны Мэрилин покровительствовали первые лица Америки в том числе и братья Кеннеди это значит знаменитая блондинка имела компромат на всех предугадать когда и в какую сторону качнется маятник неустойчивой психики Монро было невозможно Монро была связана с двумя враждующими лагерями официальной властью и мафиозными кланами последние вложившись в кинобизнес использовали блондинку как товарный знак а братья Кеннеди имея любовную связь со звездой повышали свой собственный мужской и политический рейтинг однако и те и другие охотились за дневником Монро красной записной книжкой Мэрилин Монро А обладала плохой память и б в силу недостатка образования она не все понимала о чем говорили Роберт и Джон Кеннеди но и о чем говорили мафиози о чем говорил Фрэнк Синатра о чем говорил главарь Нью-Йоркской мафии она не понимала и записывала для того чтобы разобраться чтобы не забыть никакую информацию она записывала свой так называемый красный дневник и в этом красном дневнике было практически все в общем-то весь компромат на всех то есть на первое лицо это президента страны США на министра юстиции который рассказывал о своих всех связях в принципе так как она общалась с Сэм Джан Канной тоже она много чего знала о связи Фрэнка Синатра с Сэм Джан Канной и эти записи представляли огромную угрозу вообще тогда для системы органов государственной власти США сама же Монро в отличие от мафии и братьев Кеннеди просто хотела устроить свою личную жизнь любыми способами за неделю до смерти она пришла к Фрэнку Синатра и говорила о том что не удастся ее просто так выбросить на помойку она за ней стоит КГБ конечно на мой взгляд это полная ерунда но она в общем-то знаете она просто пыталась их брать на испуг она заигралась но скоро стало очевидно роковая блондинка заигралась переоценила собственную значимость и ее смерть оказалась выгодна как династии Кеннеди так и мафии да она была неугодной свидетельницей кроме того на пике своей славы популярности она решила что она многое может что она может спокойно собрать пресс-конференцию и рассказать о своей связи с президентом только из-за того что он с ней расстался и не женился на ней вот естественно зная и общаясь с сенаторой и сэмом Джан Кана она знала всю подноготную всех связей мафии с шоу-бизнесом а также мафии с политикой потому что напрямую была связь также да с Джоном Кеннеди плюс с министром юстиции Бобом Кеннеди она владела просто секретной информацией криминальный мир не терпит сантиментов главное мерило в нем деньги и когда человек перестает их приносить или начинает мешать зарабатывать его убирают именно так закончился роман самой известной мировой блондинки и итальянской мафии дополвенно известно что последние два дня Мэрлин Монро провела на вилле Фрэнка Синатра последние два дня своей жизни на вилле Фрэнка Синатра а на этой вилле был и Джакана и вот после того как она провела эти два дня значит вернувшись утром вернувшись утром там воскресенье вечером ее уже нашли отравлено она она отравилась или предположить ее отравили 15 июля 1997 года американский курорт Майами Бич разбудили звуки выстрелов а позже к ним присоединились сирены полиции и скорой помощи в этот день на ступенях собственного особняка убили модного дизайнера одежды Джани Версачи который уже при жизни стал легендой случайный прохожий оторвал кусок газеты кусок журнала страницы купленной Версачи обмакнула в кровь и сказала это сувенир кто убил модельера и за что какую связь видят эксперты между Версачи и итальянской мафией дело об убийстве 50-летнего дизайнера полиция раскрыла за две недели киллером объявили американца Эндрю Кьюненена который при задержании покончил с собой по формальным данным его убийца Эндрю Кьюненен человек который действовал на гомосексуальной почве то есть то ли он был предыдущим любовником то ли он наоборот будучи при этом сам человеком нетрадиционной ориентации хотел убить Версачи именно как знамя гомосексуализма это остается неясным дело в том что что при задержании убийцы убийца собственно был найден мертвым молодого мужчину сразу же записали в разряд серийных убийц до Версачи от его пуль погибли еще 4 человека однако все убийства были хаотичными и бесцельными эксперты-криминалисты сомневаются был ли Кьюненен истинным убийцей Версачи его ведь могли подставить но кто? Джонни Версачи ворвался в мир большой моды в начале 80-х а еще через несколько лет к дизайнеру пришел мировой успех звезды первой величины политики, музыканты, актеры носили его броскую яркую одежду среди поклонников были Элтон Джон Мадонна, Джордж Майкл принцесса Диана Сильвио Берлускони но за карьерой дизайнера следили не только звезды мировой величины Версачи попал под колпак южно-итальянской мафиозной группировки Дрангеты Дрангеты это калабрийская мафия преимущественно это больше и весь юг Италии они практически контролируют сфера деятельности также не отличается от каких-то других итальянских мафиозных группировок это то же самое вымогательство бизнес в любом направлении шантаж и прочее мир сходил с ума от Версачи и вскоре в Италии появились заводы которые стали подделывать его одежду мафии такая работа уже была знакома итальянская мафия и Каморо и Дрангетто очень активно использовали в своем бизнесе подделку брендов причем подделывали из бренда все абсолютно Дольче Габан и Версачи и Луи Виттон то есть все бренды какие могли они подделывались причем подделка данная осуществлялась не только в подпольных фабриках но и даже на тех фабриках на которых изготавливались оригиналы то есть некоторые подделки действительно они соответствовали качеству нормам и от оригинала практически были неотделимы неотличимы психологи отмечают человек столкнувшийся с подделками довольно часто переключает свое внимание на другие бренды и торговые марки кому охота носить сумку копия которая продается повсюду за копейки поэтому Джанни Версачи объявил подпольным фабрикам войну он не хотел терять ни деньги ни свой престиж Версачи был крепким орешком и не боялся угроз ведь он вырос в Италии Япония этот остров государства и сегодня выпадает из общей картины мира мировая глобализация обходит Японию стороной и уж тем более закрытой для всех темы остается организованная японская преступность легендарный клан Якудза Японии раскрываемость преступления составляет 90% казалось бы при такой раскрываемости преступления какая может быть мафия но мафия действительно там есть и о ее существовании властям известно в 2004 году в Японии вышла книга откровений дочь Якудза шокирующая исповедь дочери гангстера ее автор Сёка Тенда впервые рассказала как устроен мир японской мафии кто она эта женщина как ей удалось выжить и почему она не боится мести Якудза мы привыкли видеть Японию вполне благополучной и часто называем ее страной будущего технологии производства электронные новинки неизгибаемая работоспособность и дисциплина японцев приучили нас к мысли что жизнь здесь строго регламентирована и спокойна но на самом деле внутри идет ожесточенная борьба кланов все японское общество оно поделено на определенные сообщества на определенные социальные группы и если вы оказались в одной из социальных групп то перебраться уже в дальнейшем в другую практически невозможно одним из наиболее могущественных кланов всегда считалась Якудза отец Сёка Тенда принадлежал к одной из влиятельных группировок мафии отец Сёка никогда не был главарем Якудза он был одним из середнячков то есть он выполнял определенные поручения главаря Якудзы поручения его были конечно же носили абсолютно разных характеров он выполнял он участвовал и в убийствах он участвовал в наркотагоге он и контролировал определенный бизнес он занимался рэкетом еще маленькой девочкой Сёка видела жестокие ритуалы которыми провинившийся воин замаливал грехи перед кланом как-то она вошла в кабинет отца и увидела на коленях стоящего мужчину с отрезанным пальцем с которым случилась кровь он сам сделал этот обряд который заключался в том что за совершенный проступок человек сам себе отрезает мизинец этот древний зловещий и болезненный ритуал называется юбицуме и в нем скрыт глубокий смысл человек с обрезанными фалангами пальцев держит в бою меч не так уверенно а значит больше должен надеяться на товарищей тем самым человек который совершал таким образом ошибки он менее крепко держал меч в бою он больше уповал на своих товарищей которые должны были прикрыты то есть он таким образом поднимался командный дух сплоченность группы она видела вот такие вещи практически каждый день пока отец Сёка Тенда был руководителем все было в порядке и девушка даже не задумывалась откуда в ее семье появляются большие деньги но однажды все изменилось отец стал регулярно приходить домой выпивший обвешенный девицами и в невменяемом состоянии он мог поклотить ее мать сестру и соответственно безусловно это все накладывало отпечаток на детскую психику глава семьи крупно ошибся он вложил деньги в строительный бизнес и прогорел мужчина стал должником Якудза а это иногда страшнее смерти итальянский дизайнер с мировым именем Джани Версачи объявил войну подпольным фабрикам из-за которых он терял сотни миллионов подделки с фирменным логотипом наводнили весь мир но главная проблема и опасность для жизни Версачи заключалась в том что фальшивки производила калабрийская мафия Дрангета он терял с этого деньги определенные да терял есть такая даже цифра я не знаю насколько она проверенная но она опубликована в учебниках по истории моды то что чуть ли не на две трети оборот контрафактной продукции превышал оборот самого дома вот в 95-96 году именно после этого Джани Версачи стала сотрудничать с желтым пламенем это антикоррупционная полиция и именно тогда вот пошли разоблачения подпольных фабрик естественно за всем этим стояла итальянская Дрангета которая не пожелала вот такое сопротивление оставить без внимания Версачи несколько раз принимал неожиданные решения чтобы вывести подпольные фабрики из игры он даже удалил из всех коллекций знаменитые изображения медузы горгоны это был такой символ марки Версачи и эти украшения пользовались огромным спросом но именно их подделывали больше всего и именно от них он отказался публично и сказал что больше он не будет производить именно аксессуары с такой эмблемой перестроить работу подпольных фабрик так же быстро мафия не могла а продавать очевидные подделки которыми кстати уже были забиты склады становилось невыгодно сам лично участвовал в полицейских расследованиях касательно закрытия подпольных фабрик изымались тогда не только контрафактные вещи но и станки которые фактически штамповали его лейбл и вот эту вот медузу горгону естественно такое его поведение оно не могло не злить мафию несколько раз Версачи получал черные метки модельера предупреждали берегись не становись на пути мафии но итальянец Версачи оказался не робкого десятка ведь он вырос в бедных кварталах и привык смотреть в глаза врагу один раз в его сад была подброшена мертвая птица потом мертвый пес и он как знающий человек как человек знающий язык мафии по идее должен был понять эти знаки и скорее всего он их понял но опять же будучи человеком очень смелым ведь известно что он везде ходил без охраны и был по-своему фаталистом говорил что если кому чего-то раду написано этого все равно не миновать в июле 97-го раздались роковые выстрелы через несколько дней полицейские нашли убийцу но тот уже ничего не мог сказать ни о мотивах преступления ни о возможных заказчиках всем известно что Версач подвергался уже шантажу и нападению определенных личностей нетрадиционной ориентации и в общем-то может быть и можно было бы утверждать тот факт что данный человек был специально подослан Дрангетой для того чтобы осуществить покушение на Версачи карьерный взлет Джани Версачи был подозрительно быстрым историки моды предполагают молодому модельеру могли помочь криминальные авторитеты деньгами и связями с 12 лет он уже работал фактически художником по костюму помогал с первоматери был маленький семейный бизнес потом внезапно бизнес разросся в какой-то момент в 24 года молодой мальчик модельер уходит из дома переезжает в Милан начинает работать на какие-то марки и вдруг внезапно уезжает в Америку где начинает раскручивать какие-то непонятные лейблы возвращается оттуда и тут же открывает свой дом в 79 году эта часть жизни модельера и сегодня плохо изучена на чьи деньги он жил на кого работал и откуда у него появился первоначальный капитал на который он смог открыть собственный дом моды возможно это были деньги мафии а позже Версачи и криминальный клан не поделили прибыль третья версия убийства Версачи модельер заключил с криминальными авторитетами договор мафиози закрывают подпольные фабрики а в ответ он строит в родной Италии футбольные стадионы футбольный бум 80-х и триумф итальянских команд того времени помнят все клубы Наполи Ювентус Рома были в авангарде европейского футбола а значит на них можно было заработать преступные кланы уже скупили земли под строительство а Версачи отказался да Версачи планировал вложить свои средства на постройку стадионовых бассейнов и прочих структур но дело в том что уже он окончательно рассорился с итальянской мафией и не мог уже вкладывать на тех же основаниях свои деньги как это могло быть ранее естественно не составляет труда догадался что за всеми этими строительствами за всеми этими стадионами стоит все та же самая андрангетта на убийстве мафия не остановилась был отдан приказ любыми способами выкрасть тело модельера а позже заставить семью Версачи выкупить его и в этот трудный момент вывезти гроб из Америки в Италию семье помогли богатые покровители перевезли тайно тело брата уже совершенно на другом самолете который прислал Берлускони а вот в Италии его похоронили собственно в родовом умении после смерти Джани Версачи дом моды возглавила его сестра Донателло связано ли сегодня имя дизайнера моды с мафией неизвестно стать должником якудза все равно что оказаться на раскаленной сковороде в прямом смысле слова даже хуже отец юный Сёко Тенда ошибся вложил деньги японской мафии в строительный бизнес и прогорел отвечать пришлось всей семье буквально за один день стал банкротом в связи с этим у глав якудза к нему появилось очень много вопросов куда я потому что он вложил туда деньги не только свои не только свои личные сбережения но также деньги якудза они они обанкротились и с этого момента собственно жизнь Сёко превратилась в один сплошной кошмар совсем юная Сёко Тенда опустилась на самое дно криминальной Японии она отрабатывала долги отца и противиться этому не могла потому что ее семья стала собственностью клана якудза все ее тело было покрыто специальными бандитскими татуировками занималась проституцией из-за того что ее толкнул туда ее отец который даже иногда расплачивался таким образом своими долгами своими компаньонами и она конечно же ненавидела отца за это она принимала наркотики она хотела как-то убежать от действительности у нее почти все кости челюсти перебиты у нее сломан нос у нее выбиты зубы в какой-то момент пришло осознание что если она выживет то надо менять эту жизнь через несколько лет появилась книга дочь якудза одни эксперты посчитали такими откровениями девушка постаралась защитить свою жизнь как отступницы именно поэтому наемные убийцы всесильной мафии за ней так и не пришли но возможно сека тенда по-прежнему состоит в клане и теперь приносит ему колоссальный финансовый доход подогревая интерес к якудзам да конечно здесь действительно она так по-женски конечно же подошла к этому вопросу да то есть она не стала главарем мафии она стала просто известным человеком из мира мафии потому что ну благодаря своей книге естественно сека тенда просто сменила сферу деятельности литература оказалась более доходной чем проституция и кем является на самом деле эта девушка никто не знает это крохотная женщина на самом деле похоже наверное на птичку все ее тело покрыто татуировками то есть если она обнажена то кажется как будто она в комбинезоне потому что татуировки заканчиваются в районе ключиц запястья и щиколоток все остальное собственно полностью покрыто татуировкой там гейши какие-то еще символы японская мафия якудза могла провернуть гениальный трюк войти в шоу-бизнес при помощи откровенной слезливой истории книга переиздавалась по всему миру Голливуд собирается снимать фильм про несчастную японку телестудии планируют выкупить права на запуск сериала а значит деньги пойдут в карман криминальным боссам она приоткрыла очень здорово занавес якудза в Японии никто все знают о том что это явление есть но никто не знает по каким законам оно работает какие правила какая иерархия и так далее собственно говоря она в своей книге позволила обычному обывателю взглянуть на жизнь повседневной японской мафии времена ограбления банков и подпольных производств постепенно уходят в прошлое современные боссы мафии понимают сколотив капитал его надо лишь легализовать и вложить в прибыльное дело а сидеть много лет в тюрьме а то и вовсе попасть под пули при переделах сфер влияния уже никто не хочет смотрите прямо сейчас невероятная история про еврейского мальчика со скрипочкой который стал боссом всех боссов американской мафии создал в пустыне Лас-Вегас и государство Израиль сверг Муссолини и устроил несколько покушений на Гитлера в ответ на Холокост и самое главное родился этот мальчик в России Туманное утро акватория порта лодка тишина и вдруг из воды всплывают странные резиновые шары Смотрите Сидящие в лодке четыре подростка бурно радуются это они придумали как спрятать контрабандные виски от полиции на время проверки с этого эпизода начинается жизнь банды юных гангстеров в знаменитом фильме Однажды в Америке и эта история не выдумка сценариста прототипом главного героя фильма Макса стал реальный человек легендарный Мэр Ланский журналисты называли его отец отцов мафии крестный отец крестных отцов мафии и самый главный мафиози всех мафиози по легенде с ним советовался Аль Капоне при этом он советовался не по своей доброй воле а по отдельным моментам он был обязан с ним советоваться во время сухого закона при появлении полиции ящики с контрабандным виски гангстеры бросали за борт пусть себе в убыток но зато никаких улик Мэр первым стал привязывать к ящикам мешки с солью и поплавок через пару часов когда полиция уходила а соль растворялась в воде ящики всплывали этот способ помог большим боссам из Коза Ностры заработать миллионы долларов вместе с Мейером в этом опасном деле участвовали его друзья Лаки Лучана Бакси Сигал и Сэм Джанкана они войдут в историю как создатели самой крупной мафиозной корпорации и как великие махинаторы 20-го столетия их изобретения расползутся по всему миру и станут постоянным источником дохода для сотен и тысяч преступников нажитый капитал будет создавать новые государства и рушить старые менять привычный уклад президентов и диктаторов и станет фундаментом теневого правительства мира а ведь начиналось все с обычной поваренной соли меняются времена вкусы фасоны одежды автомобили рушатся границы государств и даже железный занавес но она была всегда первые упоминания об организованной преступности мы можем найти даже в Библии если хорошо постараться то есть сравнивать образно то это как раковая опухоль которая вот на теле человека есть живет на теле человека на Сицилии ее назовут мафия в Неаполе Каморра в Ирландии Даст они объединяются и стараются заниматься тем что на сегодняшний день им вот в этом регионе в этой стране будет приносить наибольшую прибыль считается что мафия родилась в Италии католические традиционные семейные узы которые крепче любых законов легли в основу мировой преступной паутины там все строится по принципу семьи семья это не кровное родство это это какое-то братство но именно Америка сделала мафию могущественной и вездесущей в начале 20 века когда в старой Европе бушевал очередной кризис в Соединенных Штатах начался небывалый экономический рост в Соединенных Штатах очень сильно поменялась ситуация в обществе в начале 20 века то есть штаты выходят на международную арену они становятся одной из ведущих держав и накануне Первой мировой войны в 20-е годы это достаточно активный экономический взлет именно в Америку в поисках лучшей доли ехали представители всех преступных кланов сухой закон был для большинства бандитов настоящей золотой жилой мэр Ланский не стал исключением это принесло им бешеный доход потому что это было на самом деле в тот промежуток времени бизнес сравнимый наверное по доходам с нынешним наркобизнесом но восхождение Ланский на преступный Олимп началось гораздо раньше на самом деле Ланский это сокращенная фамилия настоящая фамилия Шухлановский это представитель беднейших слоев Малороссии они эмигрировали в Соединенные Штаты Америки когда Майеру было 9 лет то есть это было начало 900-х годов как раз до восстановления Америки была очередная эмигрантская волна Мэр родился в Российской империи но единственное что навсегда врежется ему в память о родине это кровавые погромы в еврейских кварталах его семья была еврейской и соответственно начались гонения и они уехали в США еще он запомнит последние слова растерзанного на его глазах Равина еврей давай сдачи это правило он впервые применит в 11 лет когда Майер шел домой с определенным достатком в кармане его остановил подросток из итальянской группировки и отобрал все деньги конечно же может быть другой мальчик которому было на тот момент всего лишь 11 лет он бы расстроился и никогда не стал ходить по этой дороге второй раз но Майер не был трусом и хорошо знал закон улиц если один раз дашь слабину это конец и Лански тогда затаив обиду решил отомстить шанс выпал спустя неделя Майер возвращался из школы и увидел как его обидчик мелкий уличный сутенер Сальваторе Лукания избивает другого еврейского парня Бенджамина Сигельбаума увидев еврея в беде Майер не раздумывая ударил итальянца тяжелым портфелем с книгами по голове так школьные учебники впервые принесли ему пользу в жизни однако этот конфликт почему-то не закончился вот именно какой-то ненавистью на всю жизнь а наоборот в дальнейшем он их сблизил после того как они вышли из подворотни они были уже закадычными друзьями они проверили друг друга схватки и поняли что друг дружке можно беспрекословно доверять с этого дня Майер Бенджамин и Сальваторе станут друзьями не разлей вода позже они возьмут себе другие имена Бенджамин Сигельбаум станет Бакси Сигалом Сальваторе Лукания Лаки Лучана а Мэйр Шухлановский Мэйром Лански газетчики в шутку крестили эту группировку Кошер Ностра ведь впервые этнические евреи стали работать с выходцами из итальянской Коза Ностры и это сотрудничество совсем скоро принесло невероятные плоды Свои первые крупные деньги начинающие воротилы преступного мира Лански Сигал и Лаки Лучана заработали на угонах машин когда Форд построил свой конвейер автомобиль с лозунгом автомобиль в каждую семью по Нью-Йорку катилось очень много автомобилей и Майеру пришла мысль заниматься прежде всего угоном автомобилей они открыли свой небольшой гараж и там убивали номера на автомобилях накраденных перепродавали занимались перепродажей они пробовали себя во всем грабили ломбарды кассы и даже банки в определенный промежуток времени Майеру пришла в голову мысль откладывать некоторую сумму от награбленных денег выбору банка они поручили Бакси Бакси зашел в первый попавшийся банк ему на улице и на вопрос Майера ну как банк Бакси ответил что он очень хороший охранников всего лишь два человека деньги складываются в пакет непосредственно под стойку в конце рабочего дня так ребята ограбили свой первый банк и заработали первые 8 тысяч долларов это были их первые легкие деньги такие крупные настолько крупные но настоящий успех пришел после введения сухого закона в то время как все контрабандисты доставляли алкоголь морем из Европы Майерландский придумал как сэкономить деньги и время виски стали везти из соседней Канады огромное состояние было сделано на контрабанде виски из Канады в США они сплавляли вот это виски по озеру Антарио и в народе его даже прозвали еврейское озеро после этого блестящую идею Майера быстро подхватили другие преступные группировки прибыль стала резко падать тогда ландские лучана придумали еще одно ноу-хау сухой закон не запрещал производство спирта для медицинских нужд соответственно ландский договорился с большей частью производителей чтобы те обеспечивали его спиртом его размешивали с виски подкрашивали и отправляли собственно вот в подпольные увеселительные заведения производство суррогата оказалось очень прибыльным делом ведь себестоимость отравы была просто мизерной например есть такие цифры что из 17 миллионов галлонов виски которые он поставил в США было продано 49 то есть это виски бралось разбавлялось со спиртом добавлялись определенные красящие вещества и поступало в огромных количествах барах ресторанов доллары текли рекой авторитет Лански и его компаньонов неуклонно рос и в какой-то момент им стало очень тесно нужно было выходить на новый уровень в начале 30-х два крестных отца американской коза ностры маранзана и мастерия начали делить власть лаки лучана оказался втянутым в разборки люди маранзана требовали чтобы он примкнул к их клану он был вывезен на одну из пустых улиц Нью-Йорка нелюдных подвешен замки к дереву и его долгое время пытали прижигая ему окурки к лицу и его не убили только потому что он потерял сознание и находился в таком глубоком обмороке что вот эти вот другие бандиты они решили что он умер после этого как раз он получил прозвище лаки ну лаки по-английски счастливчик доклимавшись счастливчик лучана сначала расправился с маранзана а следом и с его конкурентом мастерия и стал единственным претендентом на престол коза ностра именно по совету бакси чарли лаки отказался возглавить группировку коза ностра и как раз именно по совету майера чарли лаки предложил созвать именно сходку всех кланов мафиози на тот промежуток так родился первый общеамериканский преступный синдикат сообщество лаки лучана ввел строгое разделение отныне каждая банда промышляла в определенной области и на определенном участке кровавые столкновения преступных этнических группировок прекратились а сам лаки лучана стал боссом боссом но мозгом этой корпорации всегда был мейер ландский мейер всегда был серым кардиналом он всегда давал советы это была поистине легендарная троица бакси которая никогда за словом в карман леса из кармана достала свой револьвер лучана который был просто щеголем ходил в итальянском дорогом костюме и мейер маленький незаметный еврейский молодой человек на тот промежуток времени который обладал недюжинным умом недюжинными финансовыми способностями который решал как группировка будет зарабатывать деньги незадолго до этих событий Сэн Джанкана один из знаменитых криминальной четверки угодил за решетку его имя всплывет позже вместе с еще одним историческим персонажем Джо Кеннеди величайший из мошенников как его называли в газетах Джозеф Патрик Кеннеди значительно увеличил свой капитал после отмены сухого закона он выкупил право эксклюзивно представлять в США элитные марки алкоголя заработав миллионы он осел в Бостоне женился на дочери мэра Рози Фиттжеральд и вступил в демократическую партию США тогда все это вышло на новый уровень и тогда же может быть чуть позже организованная преступность столкнулась с тем что в ней появилось огромное количество наличных денег которые необходимо было каким-то образом легализовать Джозеф Кеннеди Старший легализовался спонсируя демократическую партию США в благодарность за свою щедрость в 1938 году он получил пост посла в Великобритании и стал одним из наиболее влиятельных политиков и вот это вот был такой качественный скачок качественный рывок ну а затем в предвоенные годы и в послевоенные годы преступность практически во всех более-менее развитых странах мира она стала орваться к власти и сращивание общеуголовной преступности с властью приняло заметный тотальный характер место президента было его заветной целью но когда желанный пост оказался на расстоянии вытянутой руки Кеннеди Старший совершил непростительную ошибку на одном из публичных мероприятий он выступил с речью оправдывая уничтожение Гитлером евреев это поставило крест на его политической карьере и ему еще повезло что остался жив ходили слухи что к отставке Кеннеди Старшего со всех постов был причастен лично Мэйр Лански да ему много что приписывают потому что он реально там да поменял историю после грандиозного краха своей карьеры Джо Кеннеди перенес апоплексический удар парализованный он просидел последние годы своей жизни почти безмолвно в инвалидном кресле говорят этого Лански не смог себе простить никогда как бы искупая вину он позже поддержит на выборах Джона Кеннеди младшего а в 68 году и Роберта Кеннеди за это он наживет себе множество влиятельных врагов и станет чужим среди своих и Никсон не мог ему простить двух вещей судя по воспоминаниям дочери Лански это поддержку Кеннеди и то что Никсона не пустили в бизнес на Багамах ну на Багамах у Лански тоже был игорный бизнес который развивался достаточно успешно и еще не будучи президентом до даже насколько я понимаю своих первых выборов Никсон хотел получить долю в этом бизнесе но Лански помешал ему в отличие от своих предприимчивых товарищей у Сэма Джанкана среди гангстеров была репутация неудачной он часто попадал за решетку но мало кто знает вернувшись из очередной отсидки Джанкана подарил преступному миру новую золотую жилу после отмены сухого закона мафиози пустились во все тяжкие гордые сицилийцы опустились до торговли опиумом считается что это не комильфо для этого вида мафии возвращение Джанкана в четверку оказалось как нельзя кстати Мэйр Лански уже и сам присматривался к игорному бизнесу но вкладывать деньги в незнакомый проект пока не решался когда лотерея пошла на ура четверка начала внедрение системы тотализаторов по всей Америке вскоре он увлекся игорным бизнесом увлекся в каком смысле даже не скорее не как игрок а как инвестор вообще его интерес к игорному бизнесу ну по опять же если я не ошибаюсь это было в воспоминаниях его дочери Сандры Лански были связаны с тем что он как-то получил деньги от матери для того чтобы купить продуктов к шабату и проиграл эти деньги во время игры на улице а мать естественно была очень расстроена и плакала ну собственно вот с тех пор он я так понимаю несколько сторонний держался сам по отношению к азартным играм но понял их потенциальную прибыльность Лански превратил многочисленные нью-йоркские лавочки в букмекерские конторы а для богатой публики организовал шикарные лошадиные гостиницы это были закрытые ресторанчики с отличной кухней и выпивкой где можно было не только сделать ставки но и сыграть в карты и рулетку еще одна из любопытных историй с Лански связана с Кубой когда Кубой управлял Батиста Лански уговорил его дать ему ну по сути карбланш в устроении горных заведений на Кубе он вывалил ему на стол 6 миллионов долларов и Батиста не мог отказаться ну 6 миллионов долларов даже сейчас это очень большие деньги тогда это были огромные деньги деньги мафиози превратили Кубу в крупнейший международный горный центр следом фешенебельные казино появились на островах Карибского моря и в Мексике одним выстрелом Мэйр Лански убил сразу двух зайцев умножил прибыль корпорации и легализовал весь нажитый преступным путем доход потому что казино оно позволяет вписывать любую прибыль то есть очень сложно отследить кто сколько выиграл кто сколько проиграл и каким образом поступили эти средства то есть любой фактически приток денежных средств можно было посчитать как прибыль от проигрыша посетителей одновременно в пабах кафе и закусочных поставили новое изобретение музыкальные автоматы из каждого звучат такие душевные песни Фрэнка Синатры человека жизнь которого навсегда оказалась связана с мафией в свое время Фрэнк Синатра посвящал даже песне Сэма Джанкане их дружба была очень плотной Фрэнк Синатра очень долго сотрудничал с Сэмом Джанканой они были настоящими даже друзьями этот проект принес синдикату миллионы долларов а музыкальные автоматы превратились в культовую вещь и тогда Мэйр и его друзья решили сорвать банк захудалый городишко в пустыне штата Невада стал первой игорной столицей мира вместе со своим компаньоном это человек который вложил свои средства для того чтобы построить Лас-Вегас место где каждый американец может чувствовать себя миллионером это первое и второе где открыты двери для людей любых рас и любых вероисповеданий вот этим безусловно он прославился но уже тогда кроме сверхприбыли Мэйр Лански интересовала большая политика и он был готов потратить все состояние корпорации отдать все силы на борьбу с двумя тиранами которых ненавидел всей своей еврейской душой в начале 30-х фашистская Германия начала систематическое преследование евреев массовые изгнания и убийства начались за 10 лет до Второй мировой войны и достигли своего пика в 1943 по всей Европе работали в фабрике смерти Мэйр Лански стерпеть этого не мог еврейский мальчик который с детства привык отвечать ударом на удар бросил вызов самому фюреру так началась его личная война с Гитлером он совсем сошел с ума нужно положить этому конец раз и навсегда мне нужна его голова сколько он будет издеваться над моим народом босс босс мы пытались уже два раза убрать его он чертовски везучий парень но от нас он не уйдет у него был совершенно уникальный план вместе с Лаки Лучано они хотели убить Гитлера причем пытались подговорить ну не только Гитлера но и Муссолини они пытались воздействовать на одного из итальянских мафиози который был им должен чтобы тот собственно совершил вот это покушение с 1932 по 1938 годы на Адольфа Гитлера было совершено больше 20 покушений но ему невероятно везло правда и Ланский не привык отступать он ведь всегда верил в себя в справедливость и в автомат Томпсона запасным диском Гитлер и Муссолини должны умереть это приказ и он не обсуждается вскоре собственно в 1943 году Муссолини был смещен в Италии произошел переворот но и вскоре собственно коренной перелом во Второй мировой войне также снял необходимость таких действий и только когда стало ясно что Гитлер уже обречен Ланский оставил его в покое после окончания Второй мировой было принято решение о создании нового государства Израиль тогда выходец из России еврей Мэйр Ланский первым дал на это благое дело фантастические по тем временам несколько десятков миллионов долларов в частности он налаживал каналы поставки оружия в Израиль пресек каналы поставки оружия в Египет он перечислял огромные суммы в Израиль израильскому правительству и соответственно поддерживал молодое государство как мог в начале 70-х в Соединенных Штатах и Европе началась массовая криминальная зачистка десятки главарей мафиозных кланов старой формации оказались за решеткой началась новая эра организованной преступности но правила заложенные той знаменитой четверкой стали чем-то вроде конституции мафии последние годы жизни бывший бухгалтер Коза Ностры Мэйр Ланский провел как обычный пенсионер его часто видели гуляющим с собакой рядом со своим ранчо во Флориде наверное именно тогда бывший босс американской мафии вспоминал босоногое детство в маленьком пыльном городке Гродно и своих уже погибших отчаянных друзей макияж смоки айс и прическа бабета причудливые солнцезащитные очки короткие кожаные куртки и брюки кляши эта эпоха войдет в историю как свингующие 60-е и положит начало сексуальной революции из радиоприемников звучат Битлз и Роллинг Стоунс а раскрепощенная молодежь на вечеринках в стиле рок-н-ролл потягивает марихуаны в это же самое время в Колумбии начинает свое кровавое восхождение к власти Пабло Эскобара 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 знаменитый главарь одного из крупнейших и таких самых жестоких наркокартных картелей начинал на самом деле с рэкета как и большинство своих сверстников в детстве Пабло любил слушать героические истории о легендарных колумбийских бандитах о том как они грабили богатых и помогали бедным его криминальный бизнес начался с кражи надгробий на кладбищах он стирал с них надписи и продавал перекупщикам вскоре Пабло создал небольшую банду и стал заниматься угоном дорогих автомобилей а потом жизнь свела его с легендарной кокаиновой королевой Гризельдой Бланка по некоторым данным она даже ввела Пабло Эскобара в наркобизнес тем временем в США новое поколение американцев 70-х годов уже не довольствовалось лишь одной марихуаны им требовалось что-то покрепче и скоро на улицах всех крупных городов появился новый наркотик кокаин на этом Пабло Эскобар и стал строить свою империю Колумбия это страна где в это время в период 70-х до 80-х годов зарабатывались такие могут зарабатывать такие деньги как 60 миллионов чуть ли не в день даже но это вот по крупным наркокартелям если говорить Эскобар покупал кокаин у подпольных лабораторий и перепродавал его контрабандистам которые переправляли его в США в 22 года благодаря своей невероятной жестокости он подмял под себя всю местную мафию любой кто становился на его пути или мог хоть как-то ему угрожать тут же бесследно исчезал вскоре никто кроме Эскобара не имел права экспортировать кокаин из страны а сам он вошел в пятерку самых богатых людей мира однажды чтобы согреть свою дочь он сжег на костре за одну ночь 2 миллиона долларов практически любая мафиозная группа стремится к монополии монополии прежде всего в сфере нелегального бизнеса но эта монополия во многом может быть обеспечена как раз поддержкой властных структур то есть она может быть обеспечена как добровольным вступлением в сговор так собственно как это происходило допустим в Колумбии в период Пабло Эскобара либо пуля либо серебро то есть на выбор либо вас застрелят либо вы будете получать мзду за сокрытие каких-то фактов политики судьи военные которые не хотели помогать его преступному бизнесу умирали один за другим Эскобар не боялся никого даже президента страны наверное ни в одной стране мира правительство не сталкивалось с таким открытым сопротивлением мафиозной группы как в случае с группой Эскобар когда террор который в принципе может применяться как государством так и отдельными политическими группами стал основным инструментом давления со стороны собственно криминальных структур а потом Пабло Эскобар решил заполучить всю власть без остатка ему не было и 30 лет когда он стал конгрессменом и заявил о президентских амбициях в середине 80-х это было неслыханной дерзостью тогда и началась его многолетняя открытая война с государством гражданская война в Колумбии в это время просто невероятных масштабов достигает он убивал первых лиц страны но взять его никак не удавалось ведь у Эскобара под ружьем были десятки тысяч боевиков хаос и неразбериха в политических верхах оказались для бандитов как нельзя кстати и вот уже тонны белого порошка наводнили Америку и Европу все преступные группировки Колумбии оказались вовлеченными в наркотрафик продажу кокаина они поручили подросткам а перевозкой начали заниматься женщины доллары потекли рекой и вот уже тысячи людей мечтают попасть в новую белоснежную струю а учитывая что количество жертв Эскобара росло его противники тоже увеличивались в результате была создана группа людей связанных с жертвами Эскобара которые отвечали соответственно своим террором по отношению к людям из клана Эскобара и в результате конечно страна погрязла в кровопролитной гражданской войне ничуть не лучше чем гражданская война которая охватила Колумбию чуть ранее связана не с мафией а с политическими вопросами в стране началась настоящая гражданская война но власть так и не смогла победить Эскобара его застрелил доброволец снайпер родственник одной из жертв кровавого Павла как и в прежние времена кокаиновый бизнес надежно замаскирован правда это уже не нижнее белье с кармашками для порошка как это делали подручные Гризель Дебланко речь идет о тоннах смертельного зелья крупные партии наркотиков поступают как правило морским путем из Латинской Америки при этом наркотики могут изначально быть помещены в специально оборудованные грузы как правило в партиях со скоропортящимися продуктами при этом правоохранительные органы задерживая и досматривая суда со скоропортящимися продуктами могут быть подвергнуты санкциям за порчу таких продуктов в России чаще всего наркотик везут вместе с экзотическими фруктами последняя мода прятать кокаин в бананах бананы хороши еще можно сказать тем что при доставке груза и его выгрузке они еще помещаются для дозревания открывать такие камеры при досмотре строго запрещено этим и пользуются организаторы наркотрафика при этом наркогруппировки имеют возможность в складских помещениях куда помещены бананы для дозревания забрать эти партии небольшие партии наркотиков транспортируются как правило наркокурьерами с использованием коммерческих авиалиний этой хрупкой девушки еще нет и 30 но лицо уже украшает шрам такую метку она получила в доминиканской республике и если верить оперативникам это еще одно доказательство что Дарья Виноградова причастна к наркоторговле насколько мы понимаем это старые латиноамериканские и испанские принятые методы разборок латиноамериканских наркоструктурах спокойная молчаливая наша Даша совсем не похожа на кровавых наркобаронов из голливудского кино до поры она умело притворялась счастливой домохозяйкой у нее на тот момент родилась маленькая девочка дочка Лариса и она сожительствовала с сыном наркополицейского Санта Доминго по имени Грей по версии следствия именно через связи своего мужа она закупала крупные партии кокаина и переправляла в Россию все начиналось как разработка обыкновенной международной наркоструктуры организующей наркопоставки латиноамериканского кокаина на территории России все началось с того что в аэропорту задержали двух братьев со смертельным грузом в желудке задержали двух наркокурьеров которые прилетели в аэропорт Шереметьево с грузом кокаина в своих желудках это были волкотроп и шпирко два родных брата именно эти два брата расскажут сотрудникам полиции леденящие истории о русской семье которая вот уже несколько лет живет в Латинской Америке торгует людьми закупает тонны кокаина и переправляет зелье в Москву тогда следственный департамент возбудил уголовное дело и это дело я расследовала фигурантами оказались мама, папа и старшая дочь супруги выехали в Латинскую Америку для организации бизнеса ресторанного бизнеса в Аргентине впоследствии в Уругвай однако в связи с кризисом произошедшим экономическим кризисом в Латинской Америке и уже полученного опыта жизни в Доминиканской Республике еще раз повторюсь что это очень талантливые люди у них возник другой план более легкого зарабатывания денег начальный капитал они решили приобрести в России им оказался мальчик-сирота из Волгоградского приюта супруги его усыновили и увезли за границу мальчик был подобран голубоглазый блондин достаточно редкого типажа для Латинской Америки ребенок усыновляется при этом они сначала хотели двоих детей но двоих не дали усыновить и вывозятся в Латинскую Америку для того чтобы дальше я не знаю там перепродать либо как-то уже там более богатой латиноамериканской семье наркокурьеров организаторы преступного бизнеса тоже искали в России за смешные деньги жители русской глубинки готовы были предоставить в аренду свои желудки а ведь это смертельно опасный трек так из Доминиканы в Москву через аэропорт Шереметьево каждый месяц привозили сотни килограммов белого порошка Даша их принимала там она помещала размещала во-первых она встречала их в аэропорту одна или вместе с Грэем привозила в арендованную квартиру она постоянно была вместе с ними плюс к этому она значит их кормила на убой что называется даже человек не мог отказывался столько есть но тем не менее она предлагала для того чтобы растягивался желудок и впоследствии он мог взять больше капсул с кокаином себя проглотить в России живые контейнеры встречал отец семейства Сергей Сологуб дальше наркотики расходились малыми партиями по увеселительным заведениям обеих столиц первой за решетку попала мама Даши следом за ней на нары отправился Сергей Сологуб а дальше по цепочке вскрылась целая сеть сотрудников спецслужб чиновников и политиков потом вот потянули за ниточку оказывается вот ноги росли оттуда с самых верхов верхов одни обеспечивали группировку сопроводительными документами другие корочками спецслужб третьи прикрывали тылы еще один товарищ из управления в СИН по городу Москве который занимал должность заместителя руководителя и отвечал за кадровые вопросы фамилия Дмитрий как это принято в Латинской Америке местная мафия безжалостно расправлялась как с врагами так и с друзьями которые слишком много знали или были лишними в бизнесе Доминиканское звено наркоструктуры испугавших задержаний сначала вообще принимает конечно феноменальное решение они первые хотят оборвать все свет в том числе путем того что у них находится Леванту Шишили прислонной Шифатовым тире Сологубом в Доминикану они его хотят отправить как они выражались на крокодиловую ферму это реально крокодиловая ферма они хотели чтобы его съели крокодилов оборвав все связи однако ему удается все таки вылететь слава богу ему удается вылететь в Европу и наши белорусские коллеги при пересечении границы его задерживают он попадает и передает кокосов в СКН-Россия кокаиновую королеву Дашу Виноградову искали несколько лет летом 2013 года она наконец предстала перед судом но кто тот большой босс который снабжал ее наркотиками до сих пор выяснить не удалось по одной из версий это Хильдардо де Хесос Эскаланте всего пару месяцев назад его задержали в Венесуэле но похоже он всего лишь посредник а настоящая акула как и прежде ушла на дно в начале 60-х мафия в Италии была более могущественной чем государственные структуры все спецслужбы мира мечтали проникнуть в эту таинственную организацию и использовать ее в своих целях но кротов вычисляли и зверски убивали внедриться в мафию и остаться в живых удалось только одному человеку его зовут Роберто Савиано дружище я